ребята всем привет в этом видеоролике я вам расскажу по поводу оптимальной длины ваших видео которые вы записываете это касается начинающих блогеров значит там не буду лить воду сразу вам скажу оптимальная длина видеороликов начиная от 7 минут и и выше и больше значит пересмотрел пересмотрел я очень много информации и везде пишут люди о том что значит оптимальная длина 7-10 минут и и видео больше по времени значит такие видеоролики видео хостинг youtube очень хорошо начинают продвигать в самой внутренней поисковой системе вот с чем это связано я сказать точно вам не могу вот но единственное что еще могу сообщить если у вас какой-то видеоролик хайповый который именно на данный момент в тренде то вы можете записать хоть и 30 секунд видео все равно он будет продвигаться все равно на нем будут просмотры но как рекомендуют если вы постоянно пишете видеоролики не хайповый не трендовые обычные по вашей определенной тематике то минимум нужно сделать 7 минут видеоролик на данный момент я вот уже всю сказал информацию для вас на данный момент значит минута 25 мой видеоролик и теперь что вам рекомендую дальше дальше можно уже начинать лить воду так называемую то есть если у вас информации и еще есть какая-то дополнительная важная информация то старайтесь ее рассказать чтобы дотянуть ролик до этого времени вот сейчас мне нужно грубо говоря дотянуть ролик еще пять минут что могу вам рассказать за пять минут за вот эти чтоб видеоролик у меня был хотя бы минимум 7 минут значит заходите в мою группу обзор очка тв ссылку ссылку на это обсуждение оставлю в контакте в описании под видеороликом обсуждение называется тема обсуждения школа youtube значит здесь я собираю видеоролики с ссылками с названиями и ссылками для начинающих видео блогеров то есть полезная информация это та информация через которую я знаю на все сто процентов через что я прошел и рекомендую делать так же как я так как бы такое небольшое обучение значит что здесь имеется значит в первую очередь не написал ребята всем привет если возникнут вопросы пишите только в комментарии под видео я отвечу то есть посмотрели видеоролик перешли по ссылочке и под этим же видео напишите мне комментарий чтобы я понимал на какую тему вам отвечать здесь желательно в контакте не пишите ну можете написать в принципе указав ссылку значит что здесь я публика какие ссылки тут собираю значит первая вот ссылочка становиться левите становиться видеоблогером или не становиться вот она ссылка на мой видос значит в этом видео я подробно рассказываю через какие сложности вам придется пройти и так далее если вам интересно посмотрите далее второй пункт на какую тему записывать видео здесь еще значит я до этого не дошел вот еще ссылочки нет на третья программа для обработки видео перед заливом на youtube канал значит я использую одну из программ вот для монтажа своих видеороликов бывает видео из нескольких кусков и приходится при помощи этой программы собирать видеоролик воедино чтобы получить цельный кусок вот так вот четвертый пункт seo оптимизация видеороликов при загрузке на youtube канал как правильно загрузить свое видео на youtube значит здесь в этом видеоролике содержится информация о том как провести seo оптимизацию вашего видеоролика не просто взять его загрузить на youtube чтоб он был на вашем видеоканале и этот видеоролик не заметить ни один поисковик и даже youtube не заметит а нужно его перезагрузка правильно прописать перед загрузка правильно пис прописать заголовок видеоролика далее во время загрузки когда вы будете загружать прописать прописать в описании видеоролика все нужные слова составить текст уникальный прописать все метатеги для того чтобы ваш видеоролик индексировался и на самой площадке youtube и на внешних на внешних поисковых системах это google яндекс mail.ru rambler bing и так далее в общем в это информация вся в этом видеоролике в пятый пункт превью для видео youtube картинка на заставку youtube значит перед тем как загружать видеоролик вы должны в специальном редакторе составить картинку которая будет титульная называется она превью при помощи этой картинки вы сможете привлекать людей для просмотра вашего видеоролика без превьюхи это никак не получится сделать даже каналы миллионники с миллионами с миллионной аудитории делает превью красивые но есть которые каналы которые миллионники которые забивают на превьюхи на эти и не публикуют их так шестой пункт где брать музыку для видеоролика в этом видео ролике я вам рассказал где брать лицензионную музыку для ваших видеороликов а также в каких местах значит это все брать И я не рекомендую в этом видеоролике брать лицензионную музыку на сторонних ресурсах, кроме Ютуба, потому что сегодня эта музыка без авторских прав, завтра автор может заявить авторские права и ваши видеоролики заблокируют, снимут монетизацию, либо вы на ваш канал получите страйк. Так, седьмой пункт. Как подключить монетизацию в Google Adsense? Это еще не сделал. Какую страну указывать в Google Adsense? Восьмой пункт. Здесь я подробно рассказал, какую страну вам нужно указывать в Google Adsense. Отнеситесь к этому видео серьезно. Если вы еще свой канал не поставили на монетизацию, отнеситесь к этому серьезно. Далее, девятый пункт. Как подключить несколько каналов в Google Adsense? Вот, кстати, у меня видео по этому поводу есть, но я еще ссылочку не опубликовал. Нужно сейчас сделать заметку и отредактировать эту статью и опубликовать ссылку. Вот это вот я забыл. Видите, как полезно было прочитать еще раз. Десятый пункт. Кто такие хейтеры? И вам на ваши видеоролики начали ставить дизлайки. Значит, не огорчайтесь. Хейтеры это полезные люди. В этом видеоролике я рассказал, почему полезны хейтеры со своими дизлайками и со своими гневными комментариями. Значит, одиннадцатый пункт. Посмотреть свой комментарий на YouTube по чужим видео. Где его найти? В этом видео, значит, вы это все узнаете, где посмотреть свои комментарии, под какими роликами вы оставляли. Возможно, вам это пригодится. Возможно, где-то вы написали какой-то комментарий, который нужно отредактировать, да, какие-то изменения внести. Как найти свой комментарий? Смотрите. Значит, двенадцатый пункт. Подписчики YouTube, как их увидеть на своем видеоканале. Значит, это сделать не так уж просто, но если вам интересно, кто у вас подписан на вашем видеоканале за последний месяц, вы можете найти ваших подписчиков. Если, допустим, подписчик какой-то неадекватный, который вам постоянно мешает каким-то, допустим, спамом, вы можете его заблокировать. Так, тринадцатый пункт. Хайп на YouTube. Что это такое и как хайпануть? В этом видео я рассказал, что такое хайп, где находить хайповые видеоролики, которые сейчас на данный момент в тренде. И как на этих роликах можно зарабатывать большое количество, получать большое количество просмотров. Вчера буквально я опубликовал видео график платежей YouTube. В этом видео вы сможете узнать, в какие дни начисляется заработная плата на вашем YouTube-канале, когда происходит зачисление денег в Google Adsense и в какие дни происходит выплата, перевод денег ваших на ваши банковские реквизиты. И также есть тут технические моменты. Дальше рассказывать уже не буду. Технические моменты, это такое дело не особо интересно. Но, в принципе, если вы будете сталкиваться, допустим, если у вас будет доллар желтого цвета, или упали просмотры видео, YouTube-канал в черном списке, допустим, есть такой миф, или Google Adsense, обновите платежную информацию, операции по счету приостановлены. В общем, такие технические моменты я тоже озвучиваю в видеороликах. Они достаточно неплохо начинают просматриваться, потому что иногда случаются в самом YouTube какие-то непредвиденные ситуации. Допустим, YouTube заглючил, не загружается видео, и выдается ошибка номер 500, Internal Server Error. Вот что это такое, вы можете посмотреть в этом видеоролике. А также хотел бы обратить внимание, чтобы вы внимательно отнеслись к этим видео, которые... Значит, вот они, 4 видео. Это видео о мошенниках на YouTube. Будьте осторожны, защищайте свой канал по максимуму, чтобы ваш канал не угнали, потому что сейчас мошенники угоняют видеоканал у блогеров. И вот здесь вот решение проблемы. Украли YouTube-канал. Что делать? В этом видео я рассказал о решении данной проблемы, но решение это не стопроцентное. Я в этом видео рассказал, что, наверное, вряд ли получится вам вернуть ваш канал. Но, в принципе, попытка не пытка, можно попробовать следовать моим рекомендациям. Вот и все, ребята. Значит, я в этом видео рассказал вам вначале, какой длины записывать видеоролик. И далее я дополнил тему какими-то важными моментами. И в итоге, значит, общее время видеоролика сейчас составляет уже более 10 минут 30 секунд. Поэтому, вот таким образом я дотянул видео до оптимальной длины. Теперь я сейчас произведу монтаж данного видеоролика при помощи своей программы. Эту программу можете посмотреть в этом видео, какую я программу использую. И дальше сделаю превью для видеоролика и загружу его на свой видеоканал. Также пропишу, сделая SEO-оптимизацию видеоролика, чтобы он индексировался поисковыми системами, а также видеохостингом YouTube. Если будут какие-то у вас комментарии, какие-то вопросы, пишите мне под этим видеороликом. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, если я буду иметь определенные знания по этому вопросу. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на мой видеоканал. Всем до новых встреч. Пока-пока.